Из пользы этого хадиса первое указание на желательность взывать ко Всевышнему Аллаху, когда постигает человека печаль. Или когда у человека какие-то проблемы, чтобы он взывал ко Всевышнему Аллаху. И то, что это, братья, из причин ответа на дуа, когда у человека есть нужда и он просит Всевышнему Аллаху, то есть это дуа намного больше вероятность, что Аллах сразу ответит на него. Второе указание на дозволенность обращаться к Аллаху посредством своих благих деяний. И также сюда входит то, что дозволено обращаться к Аллаху посредством его имен и атрибутов, или же посредством дуа праведного человека. Не посредством праведного человека, а посредством чего? Его дуа. То есть приходит, например, шейх Фаузан, приехал в твою местность, и человек подошел и сказал, о шейх, сделай за меня дуа. Дозволено или нет? Дозволено. Что касается харам, халяль, дозволено. Но хорошо это, правильно это или неправильно? Нет, неправильно. Это не из полноты единобожия человека, хорошо, когда он просит кого-то. Потому что какая разница, Господь, то есть, вот так ты думаешь об Аллахе, что Аллах ему ответит, а тебе нет. Человек говорит, у меня грехов много у него, то есть их по-любому меньше. Ну вот, поэтому, то есть, если у тебя много грехов, то ты больше нуждаешься в том, чтобы вызывать к Аллаху, чем просить кого-то. Потому что дуа это поклонение. То есть, если у тебя много грехов, и мы тебе будем, говорит, желательные молитвы совершать, чтобы у тебя было меньше грехов, ты будешь это делать или нет? Будет так или не так. То же самое дуа, братья, дуа из величайших поклонений. Пророк, алей-салату и салам, сказал, «Ат-дуау гу-валь-айбада». Дуа это и есть самое настоящее поклонение. Самое настоящее, самое лучшее, одно из самых лучших поклонений, это что? Это мольба к Всевышнему Аллаху, субханаху, ва-та-ля. И человек, который просит Всевышнего Аллаха, субханаху, ва-та-ля, он привыкает к этому. Когда он привыкает, его сердце будет связано только со Всевышним Аллахом, субханаху, ва-та-ля. Такой действительно познает своего Господа. Всегда просит у него. И Всевышний Аллах, субханаху, ва-та-ля, никогда не устает от того, что ты просишь его. Наоборот, то есть, он любит тебя еще больше, он дает тебе еще больше, если ты обращаешься к нему. Так зачем оставлять такую великую награду кому-то? Кроме, как мы говорили, если только, как шейху Алисалам разъяснял, то если только человек не хочет блага для самого просящего. То есть, благо для самого просящего. То есть, если ты желаешь, чтобы что? Чтобы он тоже, взывал к Аллаху, субханаху, ва-та-ля, и приблизился, и ангелы говорили ему, хорошо, чтобы, то есть, о, Аллах, ответь ему, то есть, вайяк, вайяк, и тебе, и тебе, и тебе. То есть, это другой вопрос. Но что касается человека, когда, нуждаясь в ком-то, говорит, вот, сделай за меня два, это неправильно, дозволено, не является харамом, но не надо так делать, то есть, это не нужно так делать. Поэтому саляфы очень не любили это, очень не любили. Омар, рада-иллаху, ругал тех, кто просил у него сделать дуа. Омар, то есть, Омара дуа отвергается или не отвергается? Есть кто-то вообще праведнее Омара во времена Омара? Не было никого, так же, самый праведный человек был. И он говорил, мы, говорит, пророки вам, что ли? То есть, мы, субханаху, то есть, я не пророк, говорит, то есть, с чего вы взяли? То же самое, имам Ахмад, обращались к нему за дуа и так далее, и другим, и они запрещали это. Говорили, то есть, сам проси. И это не значит, что человек говорит, сам проси, и не просит. Нет, тебя попросили, ты попроси. Но приучи человека, то есть, грубо говоря, пришел к тебе человек, посчитал тебя правильно, сказал, брат, у меня мама болеет, можешь, пожалуйста? Нет, вот здесь, кстати, очень важная польза. Если человек просит сделать дуа за кого-то, в этом вообще нет никаких проблем, это желательное дело. То есть, человек просит за каких-то мусульман сделать. Вот, брат, там у студентов проблемы, например, у них там где-нибудь там что-то сделали с ними и так далее, и тому подобное. Ты не забывай тоже, вот, братьев своих, там, и так далее, проси Всевышнего Аллаха Спанта. Никаких проблем нет. Это, то есть, является желательным. То есть, пророк Али Сарат Сарам, и Саляв, и после него, то есть, заповедовали друг другу, хорошо, то есть, просить за кого-то. Но когда человек просит за себя, брат, вот ты меня с работы уволи, делай за меня дуа, чтобы я, то есть, новую работу нашел, и так далее. Ты этому человеку скажи, брат, сам делай дуа. Вот, кто сейчас твое положение лучше знает? Вот, насколько ты нуждаешься? Я, Субханна, сытый, и ты голодный. Вот, кто, как говорится, то есть, сытому не понять хорошо беду голодного. То есть, я, конечно, могу попросить, иншалла искренне, я тебя люблю, но все равно, кто будет из нас с тобой искренне, когда будет просить у Всевышнего Аллаха Спанта? Понятное дело, тот, кто попал в эту беду, так или не так. И вот, ты ему скажи так, приучи его к этому, даже если он обидится и так далее, если ты ему, хорошо, то есть, нам мягко, естественно, мы не грубим в этих вопросах и так далее, но ты все равно делай дуа за него, проси Всевышнего Аллаха Субханна Та. Тебе, то есть, что-то, разве тебе от этого плохо будет? Запишется награда, дуа совершил, то есть, хорошо, лишнее поклонение желательное и так далее. Не говоря о том, что ангел, если ты это будешь делать так, что никто об этом не знает, никто не слышит тебя и так далее, ангелы будут говорить, амин и тебе, амин и тебе. Томан. То есть, в итоге, поэтому и он, и ты работу найдешь. Хорошо, хорошо. Как мы и сказали, что касается, братья, то есть, поиска приближения или же посредничества, через могилы, через каких-то праведников и так далее, это ни в коем случае не дозволено, это является ширком, на что указывают многие-многие тексты шариата. То есть, обращаться к Аллаху Субханна Гуматаля можно только посредством, мы сказали чего? Трех вещей. То есть, посредством имен его и атрибутов, посредством чего еще? Праведных деяний, да, и посредством, то есть, попросить у кого-то сделать за тебя дуа. Живого. Тот, кто живой, перед тобой и может это сделать хорошо. То есть, когда, то есть, он живой и перед тобой находится, и он в состоянии. Он в состоянии, не какой-то мертвый человек и так далее. И с последнего мы сказали, что оно хоть и дозволено, но не является хорошим делом. Не является хорошим делом. Томан. Как человек обращается через имена и атрибуты к Аллаху? О, Аллах, я прошу тебя, ведь ты прощающий, о, Аллах, прости меня. Аллахума инна ка афугун ту хаббул афуа фа афуанни, как пришло в хадисе. Так же, о, Аллах, поясни, ты прощающий, так прости же мне. Хорошо, любишь прощение, так прости же мне. О, Аллах, о милостивый, да, то есть, смилуйся надо мной. О, Аллах, о богатый, о тот, кто дарует и так далее. О, Аллах, дай мне это, дай мне то и так далее. Таким образом, то есть, обращается ко Всевышнему Аллаху subhanahu wa ta'ala. Через праведное деяние, как, то есть, и пришло в этом хадисе. О, Аллах, я сделал так-то, так-то. Если я это сделал ради тебя, то сделай, то есть, облегчи мне то-то, то-то и так далее. Это не является торговлей со Всевышним Аллахом subhanahu wa ta'ala. Наоборот, то есть, человек, что? Хорошо, то есть, говорит то, что я сделал это ради Аллаха subhanahu wa ta'ala. Вспоминает свои благие деяния. Будет, иншалал, причиной, что он еще и еще будет совершать благие деяния. Аллаху ta'ala. Третье указание на то, что то есть из причин ответа на дуа, это искренность во время этого дуа, и то есть по этой причине и пришел этот хадис в этой главе, и то есть то, что человек, также то есть из причин ответа хорошо на дуа, то что человек знает Всевышнего Аллаха, когда у него все хорошо, что это значит? То есть когда большая часть людей вспоминает о Всевышнем Аллахе, когда все плохо, а когда все хорошо, забывают об Аллахе, как будто бы так и должно быть. И так вот тот человек, который помнит о Всевышнем Аллахе, хранит его заветы, запреты, хорошо хранит все то, что Аллах повелел хранить, когда у него все хорошо, когда он здоров, когда у него есть имущество, когда у него есть семья и так далее, нет никаких бед, которые его постигают. Если он в это время поминает Всевышнего Аллаха, занимается тем, что приблизит его ко Всевышнему Аллаху, когда он будет нуждаться, Всевышний Аллах обязательно будет вместе с ним. Поэтому пророк Али Салат Усалам сказал, «Таарраф али Аллахи фирраха и ариф кафишидда». То есть помни о Всевышнем Аллахе, когда у тебя все хорошо, и Аллах будет знать и помнить о тебе, когда у тебя будет все плохо. Когда у тебя будет все плохо. Это также из причин ответа на дуа. Также, как мы и сказали, что одна из величайших причин ответа на дуа – это искренность. Разница огромная есть между человеком, который говорит, «Рабби хфирли, Рабби хфирли, Рабби хфирли». И человек, который говорит, «Я Рабби хфирли, Аллахума хфирли, Аллахума аднаб». То есть человек, который говорит, «О Аллах, прости меня, О Аллах, прости меня, О Аллах, прости меня». И человек, который говорит, «О Аллах, поясни, я согрешил, нет у меня никакого другого Господа, кроме тебя, О Аллах, не к кому мне обратиться, и ты прощаешь грехи, О Аллах, прости меня». Разница есть между этими или нет? То есть даже само слово, даже если он не поминает, о Аллах, прости меня, о Аллах, прости меня, один говорит, чтобы сказать, другой говорит, что действительно, то есть зная о своих грехах, чтобы Всевышний Аллах простил его и так далее, и тому подобное, о Аллах, помоги всем мусульманам, о Аллах, помоги всем мусульманам. Один человек говорит, другой человек, что болит у него сердце за мусульман, увидит в каком положении, и он просит Всевышнего Аллаха, о Аллах, облегчи этой общине, о Аллах, облегчи этой общине, о Аллах, помоги мусульманам и так далее, и тому подобное. Четвертая польза О дозволенности просить Всевышнего Аллаха что-то сделать вот сейчас Хорошо, то есть О, Аллах, помоги нам Сейчас вот случилось, сделай это, облегчи нам и так далее И то, что это не называется спешкой в дуа Что такое спешка в дуа? Спешка в дуа, это когда человек делает дуа И потом говорит, не ответил мне Аллах То есть оставляет дуа Вот это спешка Поэтому человек, то есть если нуждается Поэтому Омар, что говорил Омар говорил, что я не столько желаю ответа на свою дуа Сколько я рад, что я в принципе совершаю дуа И человек иногда удивляется Думает, почему мне Аллах не отвечает и так далее Быть может Всевышний Аллах просто хочет, чтобы ты что? Еще больше и больше просил Его Чтобы еще больше твое сердце было связано с Ним Чтобы возвеличить тебя Чтобы твое сердце еще больше связать с Аллах Иногда Всевышний Аллах посылает нам какие-то испытания Быть может для чего? Быть может для того, чтобы ты не забывал о нем Чтобы ты знал, что все это только от Всевышнего Аллах Потому что когда у человека все шикарно, постоянно Он забудет об Аллах То есть есть велика вероятность, что он забудет просто об Аллах И поэтому Аллах предопределяет ему то Чтобы он не забывал и нуждался всегда во Всевышнем Аллах Это очень важные вопросы, которые мусульманин обязательно должен подробно разбирать И поэтому нет никаких проблем, если у человека есть нужда прямо вот сейчас И он прямо так и просит у Всевышнего Аллах О Аллах, облегчи мне прямо сейчас Я Рабби, то есть у меня нет времени и так далее И так далее О Аллах, и так далее Нет в этом никаких, иншаллаху-та-алла, проблем Поэтому, то есть у нас даже есть на этом многие указания Посланник Алиссарат, когда делал хутбу Пришел человек из Бадия, то есть из сел И что сказал? О Аллах, поистивый посланник, о посланник Аллаха То есть наш посев умирает и так далее Попроси Аллах, чтобы он даровал нам дождь Что сделал? Пророк Алиссарат, сразу поднял руки и начал просить дождь И говорит, не слез он с Мимбара, кроме как его борода уже была вся мокрая, хорошо И дождь шел, 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 хорошо То есть везде И уже наоборот, то есть воды стало слишком много Этот человек вернулся и сказал у посланника Аллаха Говорит, что это вода, то есть губит все Попроси Аллаха, чтобы он остановил И посланник Алиссарат, что сказал? О Аллах, вокруг нас, а не на нас Вокруг нас, а не на нас, хорошо То есть на посеву и так далее А не на то, что, то есть нам нужно Это, кстати, из сунн, когда вот подобные дожди, как сейчас у нас бывают и так далее Когда ливень сильный бывает Просить Аллаха Чтобы этот дождь действительно пошел туда где хорошо, то есть от него будет польза, а не там, где сейчас будет людям от этого трудно. Пятое, указание на достоинство, благочестие к родителям и помощь, то есть постоянную поддержку их и то, что нужно ставить их выше, чем семью и детей. Хорошо, то есть опять же мы говорим, что ставить их выше, это что значит? Не значит, что ты не выполняешь право своей семьи. Но вместе с этим право родителей для тебя, для тебя как мужчины, выше или нет? Что касается женщины, кто для нее является главней? Муж или родители? Муж. После того, как она вышла замуж, для нее становится что? Муж. Посланник Алиса Саратов сказал, если бы я кому-то и повелел совершить суджуд для другого, то повелел бы женщине сделать суджуд своему мужу. Почему? Потому что у него очень великое право на нее. Когда мы эти хадисы приводим? Мы приводим, потому что мы мужчины, или потому что это Всевышний Аллах, вот так шариат свой повелел нам? Потому что Всевышний Аллах повелел так. Это шариат, который донес до нас посланник Алиса Саратов. Подобно тому, как мы принимаем, что фаджр 2 раката, догр 4 раката и так далее, и так далее, подобно тому, как мы принимаем веру и исповедуем это, также мы, то есть и мужчины, и женщины должны исповедовать и знать эти хадисы. Мужчина должен знать хадисы, что он, хорошо, что женщина у него дома как рабыня, пусть не будет с ней жестоким, грубым и так далее, не бьет ее, не колотит ее и так далее, и тому подобное, хорошо, то есть должен мягким быть, как был посланник Алиса Саратов. Поэтому пророк Алиса Саратов сказал, что лучше из вас, тот, кто лучше из вас относится к своим женщинам, а я лучше всех отношусь хорошо к своим женщинам, говорил посланник Алиса Саратов. Помогал сам. То есть вот это очень важно понимать, чтобы человек, когда хорошо, не говорил, каблук тоже, крыша и дома, хорошо, то есть все, там полы драйл и так далее и тому подобное, почему, что надо, попробуй не сделать это. А когда он сам желает, сам желает помочь, видит, что жена устала, жена с детьми и так далее, возьмет, посуду помоет. От этого абсолютно твое мужество меньше не ставит, наоборот, и стыдит, то есть вот в том случае ты мужчина. Когда ты не мужчина, когда тебе сказали, хорошо, то есть я дома мужик, когда захочу, тогда и помою посуду, хорошо. То есть, чтобы не таким образом было. Хорошо, то есть, Аллаху Мстану. Сказал, не вылезу из-под стола, значит, не вылезу, называется. Я дома, мужик. Аллаху Мстану. Понятно, то есть, и поэтому здесь указание, как мы сказали, на благочестие к родителям и на поддержку их. И то, что нужно терпеть какие-то трудности для этого. Хорошо, то есть, даже если тебе трудно, даже если тебе неприятно. Хорошо, ты договорился куда-то там со своими друзьями пойти и так далее. И твой отец говорит, пойдем со мной в одно место. Что ты сделаешь? Скажешь, пап, я уже пообещал. Нет, иди со своим отцом. Иди со своим отцом. И не поймет это никто, хорошо, пока не этот самый, сам свои дети, когда они пока не появятся. Когда ты вот так ребенку своему скажешь, хорошо, пойдем со мной. Там он скажет, нет, я там туда пойду и так далее. Как это больно, как это трудно. То есть, это твой ребенок, хорошо. Все равно, то есть, ребенок, как бы сильно ни хотел, он никогда не будет любить своих родителей так, как они любят его. Это его чадо, субхан. Перед ним выросло там и так далее. И тому подобное. Поэтому действительно начинает мужчина понимать или же человек понимать, то есть, величие своих родителей, когда у него свои дети появляются. Вот тогда он понимает, что только не претерпели его родители. Хорошо. Поэтому, Аллах, смилуйся над ними, ведь они растили меня, когда я был маленьким. Поэтому настолько велико право родителей на ребенка, что Всевышний, Аллах, их право, самым величайшим своим правом вместе в аяте сказал. И что дальше сказал? Аллах, субхану тааля, повелел тебе не предавать никого ему, все товарищи. Ширк. Ни в коем случае не делать ширк. Говорит Всевышний, Аллах, субхану тааля, о исключительном, о самом великом своем праве. Это единобожие. И затем, что говорит сразу? И, то есть, соединительный союз. И будь благочестив со своими родителями. Даже в другом аяте Аллах, субхану тааля, говорит, «Во инжа ахадака аля антушри кабима алейса лякабихи айн фаля тутыгума». Если они будут сражаться с тобой и говорить, предай Аллахуса, товарищи, ни в коем случае не слушайся их, и все. Говорит, «Ва сахиб гума фиддуния мааруфа». Но в мирском будь с ними благим. То есть, представьте себе, родители не просто там какие-то мусульмане, которые не принимают все сразу сунну и думают, что ты ваххабист и так далее, и тому подобное. А родители, которые воюют с тобой, говорят, чтобы ты ширк сделал, то есть, чтобы ты куфр, то есть, кафиры родители, субхану. И вместе с этим, что является для тебя обязателем, чтобы ты к ним относился благочестиво. Естественно, здесь нужно также понимать, что когда исходит вред от родителя для тебя, твоей религии, или же для религии твоей семьи, это совсем другой вопрос. Но даже вместе с этим ты отдаляешься от того, что есть вред, но опять же проявляешь благочестие. То есть, грубо говоря, дома, например, телевизор висит, и постоянно там день и ночь хорошо, дед смотрит фильмы и так далее, музыку слушает и так далее. И у тебя дети, а дети маленькие, то есть, они не понимают, они не сразу поймут, что там музыка харам и так далее и тому подобное. Музыка харам? Музыка харам? Вот. Не сразу понимают хорошо, что музыка это харам, например. Им нравится, то есть, хочет, не хочет, потому что музыка, она как наркотик. Взрослый человек, как Шейху Лисляму в этом говорил, что если ты ему ритм дашь, он начнет вот так вот качаться. Так или не так? То есть, действительно, так и есть, когда музыка какая-то, то есть, такая, то есть, начинает, как говорится, долбить и так далее. Человек начинает двигаться, хочет, не хочет, так двигаться. Потому что это наркотик, это от шайтана, это свирель шайтана, хорошо? И поэтому, то есть, в данном случае, если он свою семью выведет оттуда, есть в этом проблема? Нет, наоборот, ему это обязательно будет. Или же, то есть, курит там, например, и так далее, или же матерится постоянно, учит детей там, кому-то, чему-то плохому и так далее. Ты отдаляешь своих детей от них, хорошо? Но вместе с этим сам ты проявляешь им благочестие или нет? Естественно, проявляешь. Без них, то есть, если им нужда какая-то есть, чтобы у них там кушать было и так далее, и тому подобное. То есть, если ты знаешь, что ты будешь им деньгами помогать, и потом эти деньги будут идти на что-то запретное, даешь им деньги? Нет, но сам не покупаешь им от этого ничего нужного. Покупаешь, продукты купи себе, покупаешь, обязательно родителям купи. И родителям надо покупать не то, что вот, или же у меня осталось, я ему раз отдаю, а себе что-то другое возьму. Нет, им ты покупаешь самое лучшее, а себе то, что хорошо от них осталось, вот таким образом. У нас полностью наоборот хорошо мы, Субханалла, пусть Аллах Субханалла простит нас. Валлахи, братья, валлахи, валлахи, братья, очень страшно будет для нас предстать перед Всевышним Аллахом, Субханалла. Когда ты, например, даришь там вот эти даже смартфоны и так далее родителям, когда ты себе купишь новый, ты отдаешь свой старый хорошо родителям, Субханалла. В то время как настоящий благочестивый человек, хорошо, как сделает, он купит наоборот родителям, а их старый возьмет себе. Или же как минимум купит и себе, и им хорошо. Чтобы не было такого, что у тебя все отлично, у тебя там самая последняя машина, а у тебя там отец набитые шестерки едет. И ты думаешь, ну а в чем проблема, ему нравится, это же романтика. Никому не нравится, братья, никому никогда не понравится какая-то, то есть, битая там машина и так далее. Хорошо, когда есть там какой-нибудь там Мерседес, грубо говоря. И когда у тебя есть возможность, скажу, почему, то есть, это родители, Субханалла. И запомните, братья, что нам не является обязанностью для нас, точнее, является обязанностью, но в данном случае не является обязателем для нас не совершать, то есть, зульм родителям, не порочить их там, это нет. Благочестие проявлять. Все то, что называется благочестием, все это является для тебя чем? Обязательным. Не является чем-то желательным. Это ваджиб для тебя. Все эти вещи, стремиться как-то помочь родителям и так далее, всегда быть на связи, всегда быть для них примерным ребенком, это является обязательным. Оставление этого является чем называется? Укук, Субханалла, ослушание и так далее. И это страшнейший грех, из страшнейших грехов, Субханалла, из губительнейших грехов. Просим Всевышнего Аллаха Субханалла исправить нас и хранить наших родителей во благе, и дать им благочестие, Субханалла. И простить нас, чтобы наши дети не были такими же, как мы с нашими родителями, Аллаха Субханалла. Томан. Также в хадисе, братья, указание на то, то есть указание на стремление к благочестию, точнее к стремлению к невинности. Хорошо, чтобы человек был чистым, имеется в виду благочестимым, в плане чего? То есть, так и называется невинность, как по-русски, Субханалла. Нет, когда человек отдаляется от всего, то есть скверны, от зина и так далее, и тому подобное. Как? Целомудрие, жзак Аллаха. То есть, стремление к целомудрию, чтобы человек был целомудрием, чтобы не совершал эти скверные грехи, потуплял свой взор, хорошо, то есть и так далее. И все, что приводит к этому, отдалялся от всего, от всего того, что может привести к этому Аллаху Мастану. И чтобы человек отдалялся от всего того, что может даже привести, как мы и сказали, к греховному. То есть, быть может, оно само по себе сразу не является большим грехом. Или же, может, это же в принципе не является грехом, но хорошо, что, то есть, как, например, человек привык по телефону разговаривать, или же где-то там переписываться, вести какие-то ненужные переписки с женским полом. И в данный момент вопрос, то есть, у него телефон, в телефоне есть сим-карта, на сим-карте это есть какие-то тарифы. Хорошо, и в месяц он может себе оплатить там какое-то количество интернета. Халяль ему этот интернет или харам? В основе халяль, мубах дозволен, то есть, не является чем-то запретным, просто так подключить себе на телефон интернет. Но если человек его подключает, чтобы общаться там с женщинами и так далее, чтобы распространять нечестие, нововведения и так далее, харам ему этот интернет или нет, каждая копейка, которую он потратил, каждый шаг, который он сделал, чтобы пойти и оплатить этот интернет там для вот этой цели, является для него запретным. Поэтому человек должен остерегаться от самого первого шага, а не от последнего только. Хорошо, это шестая польза была. Седьмая, и это очень важная и очень полезная польза для человека, которая должна успокоить его душу, то, что если человек оставил грех, ему прощается все то, что предшествовало к этому греху. То есть, этот человек что? Желал, думал об этой женщине, раздел ее хорошо, шантажировал, дал там деньги, чтобы она себе, чтобы она отдалась ему и так далее. И когда уже все, осталось что? Самый последний, то есть, как говорится, финишная прямая, он что сделал? Побоялся Всевышнего. Все это, то, что до этого было, прощено ему или не прощено? Естественно, прощено, Сабхам. Все это он сделал, чтобы совершить грех, и он от этого греха ушел не потому, что ее отец пришел, и он испугался, убежал. Хорошо, но он бы, то есть, продолжил, если бы не... Нет, она сказала, побоялся Аллах, и он побоялся Всевышнего Аллаха и оставил это. Оставил это. И это очень великая фит на братья. То есть, это очень великая фит, это одно из самых трудных, что только может быть. Поэтому посланник Алис Саратусам в другом хадисе сказал, что Аллах создал мужчину так, что страсть это очень опасная вещь для него. Ибн Аббас, великий толкователь Кур'ана, комментируя слова Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, «Ва хуликал инсану дайфа», «Мужчина» или же «человек был создан слабым». Что сказал в Тафсире? Что значит «человек создан слабым»? Он сказал, имеется в виду мужчина, который видит женщину и не может потуплять свой взор. Почему, что слабый? И это брать его с такой бородой, праведник и так далее, не может. Почему, что Аллах, Субхан Аталья, создал его таким? Это не Аллах вина, естественно, он должен стремиться воевать с собой, не смотреть и так далее, и тому подобное. Но вместе с этим это очень тяжелая фитнеса для него. Еще доводом на то, что это является тяжелой фитнес, что Юсуф из чистейших людей, пророк из пророка Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, когда эта женщина пожелала его, он что сказал? Он возжелал ее или нет? Он возжелал, Аллах, Субхан Аталья, и она возжелала его, а он возжелал ее. И что он сразу сделал? Когда понял, что страсть, он возвал к Аллаху. Говорит, о Аллах, если ты меня не спасешь, говорит, от этого сейчас, то я по-любому в это впаду. И я буду из числа злотворящих, то есть я в страшном грехе буду. О Аллах, помоги, спаси. И Аллах, Субхан Аталья, спас его хорошо. И человек, то есть, рад был из своей праведности, рад был чему? Рад был тюрьме, вместо того, чтобы совершить прелюбование. Сегодня один из нас, Аллаху Тааля, просим Аллаха, Субхан Аталья, просто оберечь нас от этой фитнеси. Поэтому, братья Всевышний, Аллах, Субхан Аталья, укроет своей тенью, хорошо, в день, когда не будет никакой другой тени, хорошо, одного из людей, того, кого позвала к себе, женщина, красивая, и которая, то есть, почетная, то есть, это не какая-то там, хорошо, где-то на улице, которую там и так далее, хорошо, каждая собачка знает и так далее, а какая-то, то есть, прекрасная женщина, о которой, как хорошо, то есть, среди людей, может быть, сказать, если узнают, что вот там случилось между ними, и ней будут все, а, а, говорить, о, ничего себе, такой-то и такая-то, представь себе и так далее. Хорошо. Он что скажет? Скажет, я боюсь Всевышнего Аллаха. Скажет, я боюсь Всевышнего Аллаха, и не будет заниматься этими скверными делами. Но в любом случае, то есть, польза какая у нас? То, что если человек оставляет грех ради Всевышнего Аллаха, то будет ему прощено все то, что было до, то есть, или что предшествовало ему. Восьмая польза. Указание на достоинство честности в торговле. Хорошо, и то, что человек, то есть, хранит заветы, которые были у него с кем-то, то есть, хорошо, какие-то договора, то есть, у него, это награда этого человека, хорошо, зарплата, он ее оставил и начал из, то есть, ее, с ней работать. Хорошо. И вот таким образом, хорошо, то есть, эти деньги дали, то есть, рост и так далее, и он все это отдал. Говорит, это твое, на самом деле, я же с твоими деньгами это делал. Хорошо. То есть, он даже не стал требовать свое, что он имел право потребовать у него за работу. То есть, я же работал, ты ничего не делал, я твой бизнес раскручивал, я твои деньги раскручивал. Так или не так? То есть, сегодня у нас, если два человека, у одного капитал, у другого есть навыки работы. И этот свой капитал даст ему, хорошо, даст ему миллион, скажет, вот, крути этот миллион, давай с тобой зарабатывать. Тот, кто будет работать, имеет право на какую-то зарплату или нет? Естественно, то есть, он не будет за бесплатно работать и крутить чьи-то деньги, так или не так. То есть, этот человек мог потребовать, но даже этого не стал требовать. Говорит, это твое право, я ничего не хочу, из этого забирай. И он забрал, и человек был доволен этим. Это указание на прекраснейшие нравы и на то, что человек был верным своим договорам, то есть, даже более. Девятое указание на то, что есть чудеса у угодников Всевышнего Аллаха, Субханаху, у праведных. Кто такой праведный угодник Всевышнего Аллаха, Субханаху, кто знает? Еще? Кто такой угодник Всевышнего Аллаха? Валию Аллах, кто такой Валию Аллах? Это кто-то вот с такой большой чалмой, который сидит на каком-нибудь троне, которому пятки, ноги целуют и так далее и тому подобное. Или кто это? Богобоязнный и верующий. Верующий, богобоязненный. Аллах, Субханаху, Тааля, сказал, Поистине, угодники Всевышнего Аллаха, Субханаху, Тааля, не будут никогда печальны, не будет для них никакого страха. Это те, которые уверовали и были богобоязненными. Поэтому, шейху л-исламу имтамия говорил, Тот, кто будет верующим и богобоязненным, будет угодником Всевышнего Аллаха, Субханаху, Тааля. Так вот, этим угодникам Всевышний Аллах, Субханаху, Тааля, дает какие-то караматы. Хорошо, то есть чудеса. То есть то, что другой в этом же положении никогда у него бы не получилось, у этого получается. Почему? Вот так вот Всевышний Аллах, Субханаху, Тааля, пожелал. И здесь, братья, также нужно обязательно сказать о том, что угодники Аллаха – это каждый верующий богобоязнен. То есть, во-первых, он верует в Аллах, Субханаху, Тааля, и верует в его шариат, и следует этому шариату. И поэтому отсюда выходят у нас те, которых ложно называют такими же угодниками, которые являются на самом деле угодниками шайтана. Являются угодниками, приспешниками шайтана, которые говорят, что мне уже не является шариат обязанный, я достиг уровня, хорошо, то есть, якин, убежденности и так далее. Шариат, он для вас, а не для наших шейхов, для шейхов каких-то тарикатов и так далее. У него там свои муриды, мурид не имеет права спрашивать у шейха, почему он сказал, почему он сделал и так далее. И тому подобное, это все, братья, религия шайтана, а не религия Всевышнего Аллаха, Субханаху, Тааля. И это знает каждый, хоть кто хотя бы раз читал Куран. И поэтому эти люди не желают для них, чтобы они читали Куран. Никогда они своих муридов не учат чему, то есть, не учат изучению религии Всевышнего Аллаха, Субханаху. Говорят, не надо, вот тарикат, вот мы тебе дадим сейчас бумажечку, на которой будут написаны определенные поминания Всевышнего Аллаха, Субханаху, или если там поминания Аллаха. Но, говорит, каждый раз, когда ты их сделаешь, ты утром должен будешь что делать, это называют они вырд, вот этот свой вырд, ты должен отдать награду за это шейху такому-то. Субханаллах. То есть, как-то раз я с одним человеком разговаривал из числа, то есть, ну, есть между нами кое-какое родство. И он начал говорить об этом. Я говорю, Субханаллах, говорю, в судный день Аллах Субханаху говорит, что люди будут отрекаться друг от друга даже одно, то есть, мать будет, родная мать приходить и говорит своему сыну, я тебя растила, я тебя кормила и так далее. Дай мне одно благодеяние, которое спасет меня от огня, он скажет, уйди, я не знаю тебя, будет убегать. Хорошо. Человек от своего брата, от своей жены, от своих детей будет убегать, Субханаллах, не желает, то есть, никого знать не хочет знать. Хорошо. И этот человек говорит, что я столько-столько потел и всю эту награду отдаю кому-то. Я говорю, как можно кому-то отдать награду? Я говорю, если ты его любишь, попроси за него Всевышнего, Аллах Субханаллах, чтобы Аллах ему дал награду, а свои дела себе оставь. Я говорю, Субханаллах, никто не пожелает свою награду. Как? То есть, самое-самое, что ты должен, Аллах Субханаллах говорит, то есть, опережайте друг друга, они опережали друг друга. Наоборот, соревноваться друг с другом надо, а не все отдавать хорошо кому-то. Аллаху-ль-Мустан. То есть, разница между тем, что приближает к Аллаху, Субханаллах, тем, что связано с тем светом и мирским. Мирской не проблема, отдавай кому хочешь, сколько хочешь, вообще, если ты не нуждаться будешь, все отдашь кому-то, это вообще не проблема. Вот видите, человек все отдал, говорит, это все твое, забирай. Это наоборот, то есть, похвальное дело. Но что касается того света, хорошо, то есть, каких-то благих дел и так далее, ни в коем случае. И последнее, братья, десятое польза в этом хадисе, что Всевышний Аллах, Субханаллах, у него никогда не затеряется дело благочестивых. То есть, человек, который совершал что-то из благочестия, что-то благое, обязательно это увидит, и Всевышний Аллах, Субханаллах, ни в коем случае, то есть, это для него. То есть, не потеряет Аллаху Аль-Маста'ан.